Друзья, музыкой наполняется наша утренняя студия. У нас в гостях Евгений Панчохин. Певец, заслуженный артист Кубани, участник шоу «Голос». Встречаем! На дорогой боевой моей В высоте орлуют два орла И один из них на чечерне У другого белые крыла Если черный нынче победит Мне в бою не выдержать дня Если белый в битве устоит Дома встретит милая меня Если воин бреется Значит, он надеется на любовь и надеется Значит, будет жить Может, прямо лучше не идти Отсидеться где-то в стороне Но другого нет у нас пути Без защитников не жить в стране Наши предки долгие века Лили кровь за эти рубежи Не иссякнет Родина А пока будут в бой Мужчины уходить Эй, если воин бреется Значит, он надеется Значит, будет жить Над дорогой Родины моей Шелест крылья Шелест крылья в битве нет конца Только знамя не должно упасть Сын подхватит знамя у отца Эй, если воин бреется Значит, он надеется На любовь и надеется Значит, будет жить Эй, если воин бреется Значит, он надеется На любовь и надеется Значит, будет жить Значит, будет жить Значит, будет жить Эй! Браво! Евгений Панчокин, певец, заслуженный артист Кубани! Спасибо! Добрый! А также... Зарядились патриотизмом О, да! А также участник шоу «Голос» Спасибо! Спасибо, что пригласили Очень приятно Спасибо, что нашли возможность Вы участвовали в слепых прослушиваниях Какие эмоции? Присутствовало ли волнение? Безусловно То есть, очень много ребят перегорело На слепых прослушиваниях И это сказалось негативно? Да, несмотря на то, что я 12 лет на профессиональной сцене работаю Это было очень тяжело Наверное, самый жуткий этап Это слепые прослушивания Как это? Каково это? Вот вы стоите, вы поете Вас, конечно, очень быстро обернулся Недолго вы переживали? Сережа повернулся с первых нот Для меня было неожиданно То есть, даже про меня Новостные порталы написали О том, что Евгений ожидал видеть Пелагею Там начали в район Перебрали мои слова Все перевернули А вы ожидали? Кого-то конкретного Нет, так сложилось То, что мы узнали судьи Точнее, наставников Буквально перед самым-самым-самым началом То есть, самих слепых Я не то, что был уверен Но я, может быть Думаю, может быть, она все-таки будет Просто ее давно уже не было на голосе Поэтому с той песней, которой я выходил Я думал, что, наверное, это никому не нужно Уже никто не повернется Все равно это этап такой жизни Ну что вы такое говорите? Что значит никому не нужно? Евгений, но это уже, если я не ошибаюсь, 10 сезон проекта Девятый Девятый А почему только сейчас вы решились туда попасть? Чье это было решение? Кто-то подтолкнул? Да, меня подтолкнула педагог по вокалу Моя Наталья Пинжаяна Очень потрясающий педагог Всем советую сейчас, кто смотрит нас Она сказала, говорит Жень, попробуй Почему ты не хочешь себя попробовать? Почему? Ну попробуй То есть, а не то, что прям сказала Давай, иди А вы говорили, ну нет И я как-то прислушался И начал готовиться И уже 30 лет, в принципе, я уже состоялся как артист Хочется развивать себя, что-то новенькое То есть, это колоссальный опыт Как для артиста вообще безумно просто Это все пройти Это очень интересно Вот хотелось, кстати, поподробнее узнать Что для вас этот проект? Что он для вас значит? Это просто как очередная ступенька? Или это вот Или амбиции А победить? Конечно, для каждого участника этого проекта Все хотят победить Но Есть один момент Как на Первом канале у меня спрашивала ведущая Говорит, вы сюда пришли потусоваться? Или поучаствовать в проекте? Такая на себе ведущая То есть, я пришел не потусоваться Я пришел отдать свою душу Свою энергетику Показать людям, что я умею Чтобы они оценили Очень много положительных комментариев В Ютубе пишут на моем выступлении Мне очень приятно Украина Вообще, там они без ума Очень много пишут Германия, Испания С Америки недавно написали С города Токио написал На молодой человек С Израиля написали Пригласили на Говорят, закончится Панебе Обязательно приезжайте в Израиль У нас тут праздник будет Покупаетесь в реке Это вообще Это очень круто Здорово, здорово Слушайте, вам написало Очень много народу Со всех вообще мест Мне всегда интересно В такие моменты Когда человек начинает выступать На телевизоре Пишут ли вам Одноклассники Ну так, да На телевизоре Да, очень много Одноклассников написало Дело в том, что в школе Я был очень шкодный То есть Это как? Я прям был Можно так сказать Беспредельщиком Беспредельщиком Все мы выросли за горожаном Да И для некоторых Это было удивление Потому что Ну как это Из такого пацана Который Что-то случилось в школе Это Панчокин Опять этот Панчокин Сколько можно? Вот То есть Очень мало людей Говорят Женя Это ты или это не ты? Я говорю Это я У нас утренняя программа С чего утро Евгения Панчокина Начинается? Как говорится Начинается С музыки соседки У меня твор У меня очень творческая соседка Она художник И вот она любит утром встать И это вот меня прям будет А что это? Что это? Типа какой-то хардкор Или что-то по веселению? И она творит Я не под это просыпаюсь Супруга как бы спит Все хорошо Я встаю очень рано В 7.08 Это турка Кофе Обязательно Хотели с вами разделить одну новость Парень разбудил свою девушку Так скажем Пранком Достойным развода Давайте посмотрим Как это происходило Я думаю, она не понимает Что случилось Не оценила она В общем, такого прекрасного подъема А вот знаете, вы сказали, что вы были Продолжается битва Сказали, что вы были таким негодяем в школе Хулиганом Мне кажется, что в принципе Можно было бы в таком ключе Будить соседку потом Если она У нас буквально минутка остается Просто хотел спросить Песни там, на проекте Выбирает все-таки наставник Или он прислушивается к мнению вокалиста Ну, как вам сказать Ну, чтобы сейчас не было такого Что потом сказали про меня Что-то там Вот, зачем ты так сказал Нет Я скажу как есть Тебе дают песню Говорят Вот все-таки давай это попробуем Тебе это подойдет То есть не говорят, что заставляют Ты говоришь свое мнение К тебе прислушиваются Ну, всегда достойны очень песни Поэтому Евгений, желаем удачи Конечно Спасибо большое Всегда болеем за наших артистов Которые куда-то пробиваются Друзья, вы оставайтесь вместе с нами Нашим талантливым юным коллегам Передаем слово Шустрое утро далее Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!